Мастерство пилотирования в Бобруйске прошел первый этап республиканских соревнований по картингу. Там скорость, ты едешь на всех парах. Кому покорился зигзаг адреналина. Халатность или случайность в городе и районе за два дня два пожара. Берегите себя и свое имущество. Что стало причиной возгорания? В художественном музее наградили победителей творческих конкурсов. Тематика моей работы – это был китайский зеленый весенний лес. Кто способствует развитию потенциала? А также обмен валют, некачественные услуги и пора готовиться к тестированию. В стране завершается регистрация на главные экзамены. Сколько школьников проверят свои знания? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Не сидеть сложа руки. Управление по труду, занятости и соцзащите проводит электронную ярмарку вакансий. 9 апреля с 10 до 12 часов соискатели смогут онлайн ознакомиться с предложенными вакансиями, условиями труда, а также направить резюме и получить электронную консультацию. Кроме того, активно формируются группы по переквалификации населения. В период обучения управлением по труду в полном объеме возмещаются затраты, связанные с процессом обучения. Также выплачиваются стипендии безработным гражданам и возмещаются расходы, связанные с проездом и проживанием граждан, проходящих обучение вне пределов города Бобруйска. В городе требуются водители-погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщики и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. В среднем обучение длится от одного до двух месяцев. К слову, за 2023 100 граждан были направлены в группы переквалификации. 3 апреля около 11 утра в дежурную службу МЧС очевидец сообщил о пожаре в деревне Борщевка. По прибытию спасатели обнаружили горящую кровлю дома и плотное задымление. В это время жильцы уже находились на улице. Мгновенная реакция помогла быстро справиться с возгоранием. Однако огонь успел повредить перекрытие, уничтожил часть имущества. Благо, обошлось без жертв. МЧС напоминает, эксплуатируйте электроприборы исключительно по назначению. Внимательно читайте инструкцию завода-изготовителя. Не перегружайте электрическую сеть. А также, уходя из дому или отправляя спать, выключайте все электроприборы из сети. Берегите себя и свое имущество. Буквально на следующий день, 4 апреля, ЧП случилось на Лыньково. Горела одна из квартир многоэтажки. Подъезд укутал дым. Хозяева апартаментов справились со стихией с помощью подручных средств. Причины выясняются. Депутатские комиссии, экзамены на носу и праздничные маршруты. БелЖД назначает дополнительные рейсы. Куда рванут поезда? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Депутаты Палаты представителей нового созыва сформировали составы постоянных комиссий по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, нацбезопасности, экономической, аграрной, жилищной политики и других. Помимо этого выбраны председатели и их заместители. В пятницу 5 апреля завершается регистрация для участия в централизованном экзамене. Началась она 20 марта и продлилась более двух недель. Однако продолжается оформление на тестирование. Сроки до 22 апреля. Написание CE и CT в этом году будет проходить в одно время. 28 и 30 мая, 3 и 6 июня. В 24 из белорусских школ выпустятся более 55 тысяч 11-классников. Белорусы в марте активно продавали валюту. Разница почти 110 миллионов долларов. Общий объем физлиц более 800 шестизначных. Продажи порядка 972. Ситуация с юридическими обратная. Приобрели предпринимателей на 600 миллионов больше. Белорусская Чугунка назначила 96 дополнительных поездов на майские праздники. Курсировать составы будут как по межрегиональным, так и международным маршрутам с 26 апреля по 15 мая. На сообщения во взаимодействии с РЖД направят 16 единиц. По территории страны 80. С учетом увеличения пассажиропотока, наибольшее увеличение числа рейсов прогнозируется на Радуницу. Комитет госконтроля Могилевской области выявил нарушения в работе с обращениями граждан. На контроле местных органов власти находились своевременная выплата зарплат, качество оказания медпомощи, торгового и бытового обслуживания, школьного питания, предоставление жилищно-коммунальных услуг и выполнение строительно-монтажных работ. За 23-й удалось найти отклонения. Виновные лица привлечены к различного рода ответственности, в том числе административной и уголовной. 7 апреля православные отметят один из самых светлых праздников – Благовещение. Считается, в этот день при Святой Деве Марии явился Архангел Гавриил с вестью. Вскоре у нее появится на свет Сын Божий. С этого события начинается повествование о жизни Иисуса Христа на земле. Верующие пекут на праздник просфоры, пресные небольшие хлеба. Их делают для каждого члена семьи, освещают в храме и съедают натощак. Сама молитва даже, она звучит словами Архангела. «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яка спаса, родила и си душ наших». И вот этими словами он указывает на то, что есть божественная воля, чтобы от Пресвятой Богородицы родился Спаситель в этот мир. В храмах в этот день пройдет полная торжественная литургия. В период Великого Поста такие службы приходятся только на субботние и воскресные дни. В своеобразный прорыв в посту допускается послабление, можно есть рыбу. В этот день священники облачаются в праздничные голубые ризы. «Этот праздник очень почитаем в народе. Люди многие его знают, многие его почитают. И благодаря наблюдениям наших с вами предков, многие знают, что в этот день даже птица не вьет этого гнезда. Если какая-то стоит необходимость, что нужно что-то сделать в плане приготовления пищи какой-то или заботы о своих детях, о стариках, тех, кто нуждается в этой помощи, греха никакого в этом не будет. А если есть какие-то дела, которые могут подождать, пусть они подождут». Праздник Благовещения следует встречать в храме, прийти на литургию, помолиться. Но главное, нужно жить в мире и гармонии с любовью в сердце и добрыми помыслами. Не просто хобби. В Бобруйске прошел первый этап республиканских соревнований по картингу – от 7 до 17. Любители экстремального спорта состязались в трех возрастных группах. Адреналином зарядилась Елизавета Липеева. Формула-1 по-бобруйски На площадке у Ледового дворца торжественное открытие соревнований по картингу собирает лучших спортсменов Беларуси – 77 участников в волнительном предвкушении старта. Есть ребята, которые приезжают уже с большим опытом, с большим багажом своим, картинговым. Ну и очень много новичков. Это радует, конечно. Все хорошо движется. Это такие одни из соревнований, которые дают первый шажок в большой спорт. Молодцы организаторы. В принципе, они всегда хорошо на высоком уровне для этого вида соревнований готовят все. Шум, пыль, адреналин. Среди пяти представителей Бобруйска – восьмилетний Владимир Шарай, который пошел по стопам старшего брата. Важный для начинающего гонщика момент – рядом родные и близкие. Подставив крепкое плечо, внука подбадривает дедушка. Мне это интересен, этот вид спорта. Сам в детстве как-то этого не получил. Ну, так вот, надо, чтобы хотя бы внуки это постигли. Ну, я рад за них. И для меня, как бы, там, это мое. Поэтому я, как бы, отдаю всего себя им. В глазах боевой настрой, в крови адреналин. Там скорость, ты едешь на всех парах. Экстремальный спорт завораживает. Юный бобруйчанин отважно преодолевает дистанцию. Филигранно обходит конусы. На финише ждут крепкие объятия. Когда мне вручают медали, испытываю радость. У меня есть первое место и два третьих места. По траектории победы – змейка, зигзаг, круг, лабиринт, узел, коридор, уголок – на скорость картингисты выполняют элементы. За каждую сдвинутую фигуру плюс к времени. Мне нравится этот спорт из-за адреналина. Очень классно на соревнования ездить. Испытываю немножко такое волнение, но стараюсь это не показывать. А так мне очень нравится, прикольно ездить. И трасса такая хорошая. Любовь с первого заезда техноспорт не только заряжает эмоциями, притягивает целые семьи. Бобруйчанин Илья и Игнат Замброжицкий уверены, братская поддержка – лучший стимул на пути к успеху. Меня в этот спорт взял брат, заинтересовал меня. Я был с ним на соревнованиях, я тоже захотел тогда. Я проехал, мне очень сильно понравилось, и я записался тоже. У нас есть свой общий карт, который участвует в, можно сказать, чемпионатах. Мы на друг друга можем положиться в любой момент, когда один не может прийти на тренировку, другой помогает, доделывает, добивает до самого конца, чтобы карт становился намного мощнее. Максимум усилий на тренировках равно достойный результат на соревнованиях. Впечатленные зрители, гордость тренеров, счастье участников. Впереди у топ-картингистов новые маршруты драйва. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Учащиеся детской школы изобразительных искусств имени Домарада приняли участие в четырех творческих конкурсах – городском и трех международных. По итогам были определены победители и дипломанты. В торжественной обстановке в присутствии многочисленных гостей в Бобруйском художественном музее состоялось их награждение. Победителям были вручены дипломы и памятные подарки. На протяжении нескольких лет участвуем в этих конкурсах и постоянно наши дети являются победителями. Для Арины Семеновой и Софьи Сказовой международный конкурс детской живописи «Зеленое развитие для зеленого будущего», который проходил в Китае не первый и не последний в творческой карьере. В художественную школу, если с подготовительной школы я хожу уже 7 лет, и тематика моей работы – это был китайский зеленый весенний лес. Я старалась изобразить его именно гуашью. Я очень хотела показать, как мы крепко дружим с нашими соседями. Очень старалась отобразить свободу нашу, нашей страны. К слову, на сегодняшний день в творческой «Альма-матер» обучается более 350 ребят. Они продолжают традиции живописной школы, в то же время есть место для эксперимента и фантазии. Развлечения с умом, какие места в городе посетить, может ли место стать хобби и смыслом жизни. Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok